Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня представители УФСИН России по Тверской области. Итак, Александр Лукьянчук, председатель Общественного совета, член коллегии УФСИН России по Тверской области, член Общественного совета УФСИН России, председатель комиссии Общественной палаты Тверской области по сохранению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию и культуре, член антинаркотической комиссии администрации города Твери. Александр Валерьевич, все назвала? Добрый день. Много очень титулов. Дальше. Александра Михайлова, заместитель начальника УФСИН России по Тверской области. Александра Олеговна, приветствую вас. И Анна Чудинова, начальник пресс-службы УФСИН России по Тверской области. Анна Константиновна, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые друзья, сегодня мы продолжаем уже, наверное, цикл программ, посвященных юбилею УФСИН России. В этом году ведомству исполнилось 145 лет. Мы уже делали несколько программ. Сегодня продолжим разговор, потому что задачи много. Много, задачи, наверное, меняются и много событий, которые произошли. Давайте для начала напомним об основных задачах ведомства. Аня, с вас, начальник. Ну, основные задачи, это, конечно же, организация исполнения уголовных наказаний, мер уголовно-правового характера, охрана и конвоирование осужденных, лиц, содержащихся под стражей, обеспечение правопорядка, законности в учреждениях, исправительных, следственных, изоляторах, соблюдение прав за свобод и законных интересов осужденных, ну, естественно, их изоляция и постоянно контроль над ними, содержание осужденных в надлежащих условиях, ну и много-много другое. Давайте напомним нашим телезрителям, что входит в состав уголовно-исполнительной системы региона. Это же не только, как многие думают, некоторые почему-то называют по привычке тюрьмы. Тюрьмы у нас нет. У нас нет. Это особый режим, тюрьма, да? Ну да, у нас нет. Это так образно говорят, что если человек в неволе, значит, он в тюрьме. Ну да, так принято считать, но в состав нашей региональной уголовно-исполнительной системы входит две колонии общего режима, это четвертая и пятая, город Ожог и Вышневолочок, женская исправительная колония. Шесть колоний строгого режима, это ИК-1, ИК-6, ИК-7, ИК-9, ИК-10. Лечебно-исправительное учреждение номер 3 для содержания и амбулаторного лечения больных туберкулезом. Лечебно-исправительное учреждение номер 8 для содержания и амбулаторного лечения осужденных больных наркоманией. Также уголовно-исполнительная инспекция, участки функционирующие, как исправительные центры, да, это наказание без лишения свободы. Три следственных изолятора также входят в состав, отдел по конвоированию. При шести исправительных учреждениях у нас есть участки колоний-поселений. Ну вот, собственно, и все. Насколько мне известно, что раньше как-то некоторые исправительные колонии содержали в себе как-то два режима, что были и содержались кто на общий режим и кто на строгий режим. Или сейчас такого нет? Именно распределение по колонии? Нет, у нас есть общий режим, есть. В одной колонии этого соединения такого нету, да? Есть ли такие учреждения, которые уже можно назвать старейшими? Ну да. Я бы как-то была, вот перебью, Ань, Кашинский следственный изолятор. Ведь там такие исторические стены. Ну у нас, да, исторические здания. И вот недавно мы ездили в Бежицк, там тоже есть тюремный замок, но это уже музей. А так, из действующих, это следственный изолятор номер 3, город Ржев. Там тюремный каменный замок был построен в 1678 году. И, наверное, в Вышневолодской пересыльной тюрьмы. Сейчас там женская справедливая колония для осужденных женщин, ранее не отбывавших лишения свободы. Там вот пересыльная тюрьма была построена в 1878 году. То есть это уже такие... И тем не менее, как бы эксплуатируются эти здания, да? Я знаю, что строится очень много, да, вот Вы, уважаемые друзья, не дадите мне собрать, что очень много за последние десятилетия, да, появилось много новых зданий, сделаны капитальные ремонты. Но эти старые здания не только как памятник архитектуры, вернее, как памятник, но не как музей используются. Нет, не как музей, они используются по назначению, по-своему. И несколько слов о штатной численности. Ну, на сегодняшний день аттестованных сотрудников у нас более 2200. Это аттестованный. И порядка, наверное, 6620 это гражданский персонал. Ну, наверное, сейчас поговорим об исполнении наказания без лишения свободы. Потому что, да, многие считают, что это исключительно лишение свободы. Напомню, что разные виды наказаний существуют. Александра Олеговна, Вам, наверное, слово. Да. У нас на территории Тверской области функционирует такое федеральное казино-учреждение, как уголовно-исполнительная инспекция, которая осуществляет контроль надзор за осужденными, которым назначено наказание без изоляции от общества. Перечень их разнообразный. Это такие наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности, ограничение свободы, исправительные работы, обязательные работы и ряд других наказаний. Кроме того, осуществляет контроль за осужденными, которым назначено лишение свободы условно. И, кроме того, меры пресечения, такие как домашний арест, запрет определенных действий и залог. Ну, кроме того, у нас, как уже все знают, новый вид наказания. Он уже достаточно получается не новый. Такой вид наказания, как принудительные работы. Это на участках, функционирующих как исправительные центры. Так называемые УФИЦы. Мы об этом поговорим несколько попозже. Относительно УИС, Уголовной исполнительной инспекции. Мы, когда подготовили фильм к 45-летию УФСИН, побывали в УИСе, в инспекции. И там как раз пришел один осужденный, который без лишения свободы. И вот я, например, первый раз увидела браслет. Да, это браслет, и применяется к осужденным, которым назначен наказание в виде ограничения свободы. То есть человек, путь этого человека, место его нахождения прослеживается сотрудником инспекции. Да, конечно. И еще задача у всех, кто состоит на учете в УИС, нужно обязательно в положенное время приходить. И сотрудники должны видеть, где находится человек, отмечаться. Как это происходит? Ну, происходит. Это все зависит от того вида наказания, которому осужденное назначено. Если это, допустим, ограничение свободы, и ему установлено ограничение, в какой-то период времени находиться дома, и к нему применяется браслет, соответственно, то сотрудник по системе электронного мониторинга подконтрольных лиц видит, где, в какое время, когда осужденный находился. Соответственно, если устанавливается факт, что он не своевременно прибыл в место проживания, либо покинул ту территорию, которая ему запрещена выходить, то, соответственно, к нему применяются меры. Вплоть до того, что может быть изменена мера наказания. То есть он реально может оказаться в местах лишения свободы. Об этом, кстати, осужденные, особенно условно осужденные забывают. Им почему-то кажется, что они совершили преступление, и, ну, подумаешь, пришел, отметился, не отметился. Очень могут так относиться, но потом, впоследствии, да. Но каждого предупреждают, какую ответственность он несет. Человек знает. Конечно. Ну и более того, осужденным, помимо того, что это же не идет сразу, вот он нарушил, и мы его направили материалы в суд, и сразу же на замен наказание. Его могут предупреждать по несколько раз. Если взять условное осуждение, то осужденным неоднократно может быть продлен срок. Могут быть дополненные ранее установлены судом обязанности. То есть эта работа такая кропотливая, неоднократно осужденный предупреждается. Если, соответственно, он не понимает, меры к исправлению не принимает, то, соответственно, мы выходим в суд с материалами, и суд принимает решение, что такой осужденный, к сожалению, должен быть изолирован от общества. И уже он попадает, ну, опять же, к нам уже в места лишения свободы, и уже работают сотрудники исправительного учреждения колонии. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшой перерыв. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня говорим о работе УФСИН России по Тверской области. Александр Валерьевич, общественность, роль общественности в работе УФСИНа. Мы довольно-таки часто, постоянно, несколько раз в год мы собираемся общественным советом. Всегда есть о чем поговорить. Чем занимался общественный совет в этом полугодии уже? Полгода прошло сначала 24-го года. И кто входит в состав? Спасибо большое за предоставленное слово. Ну, я, во-первых, хочу нашим телезрителям немножко объяснить систему в общем. Ну, при каждом министерстве, при каждом силовом блоке существует общественный совет. Он выполняет ряд определенных функций и задач. В первую очередь, это, конечно же, информационные взаимодействия, в частности, УФСИН России и Тверской области с лидерами общественного мнения из числа представителей гражданского общества. Это та тема, которая поднимается в Федеральной службе исполнения наказаний в Головном управлении для того, чтобы мы были абсолютно открытой структурой и говорили о том, чем мы занимаемся. Хочу сказать, что наши телезрители и вообще жители России должны понимать, для чего существует система. Что эта система в себя включает? Мы же прекрасно понимаем, что это защита общества. Это минимизация риска угроз. Тот объем ресоциализации, который проходит в исправительных учреждениях, он неоценим. Мы же прекрасно понимаем, что люди попадают по одной статье Уголовного кодекса, не пройдя определенный путь ресоциализации, они возвращаются туда, совершив правонарушение по нарастающей доминанте. Уже более тяжкое, например, садятся по 228-й статье УК РФ, это сбыть наркотиков, возвращаются по той же статье, плюс 105-я, часть 1-я, 2-я, уже убийство человека, собрав чью-то жизнь при этом. Но, тем не менее, Александр, мы говорим, что это не всегда бывает, что бывают просто такие случаи. Это бывает, я сейчас дополню, это бывает крайне редко по той простой причине, что ведется плановая работа целой команды. Это огромная, большая команда. И когда я попал в управление Федеральной службы исполнения наказаний, сначала как просто рядовой член общественного совета, и потом стал последствием председателем, я хочу сказать, что это тяжелый, кропотливый, монотонный труд. И вы видите красивых девушек, которые здесь сидят, которые занимаются этой тяжелой работой. На самом деле работа просто тяжелая. Не считая тех людей, которые находятся непосредственно в справедливых учреждениях, фактически так же отбывают наказание, как и осужденные. Один на один с теми, кто судом признан преступниками. Конечно, абсолютно правильно. Задача общественного совета при управлении Федеральной службы исполнения наказаний Петербургской области это оказание помощи в решении вопросов, связанных с воспитательными процессами, социальной реабилитации осужденных, правовым просвещением осужденных, ознакомление с словами содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, соблюдением прав и законных интересов подозреваемых. А еще, что очень важно, это отслеживание непосредственно с соблюдениями самих осужденных всех процессуальных и законодательных норм нахождения в исправительной колонии. Потому что перед тем, как подавать ту или иную жалобу, нужно понимать, что человек сам должен соблюдать определенные условия. Он туда попал не в санатории, не в профилакторию. Он бывает наказанец за совершенное правонарушение согласно статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Что же касается членства в общественном совете, конечно же, в нашем общественном совете находятся люди, каждый из которых располагает определенным административным ресурсом. Это депутат законодательного собрания Тверской области, депутат муниципальных образований, руководители предприятий, директора крупных федеральных банков, предприниматели. Это, конечно же, представитель ветеранской организации, это руководитель общественно-наблюдательной комиссии. Ну и ни для кого не секрет, что Ирина непосредственно входит в наш общественный совет. Да, уже много лет. Да, уже очень-очень много лет и освещает нашу деятельность. В этой связи я хотел сказать, начать обсуждение с того, как происходит взаимодействие со средствами массовой информации. Мы же понимаем, что большую роль в работе ведомства и системы имеет непосредственно отдел правовой информации и отдел пресс-службы УФСИНа, который эту информацию выдает в правильном контексте, чтобы люди ее понимали, потому что открытость – это основной из основополагающих факторов работы. Замечу, правильный контекст – это не значит, что что-то замалчивается или говорится неправда. Понятно, да. И в противовес той информации, которая идет с разных сторон, очень много лжи. А вот как раз я это... Да, и буквально нагнетание происходит, потому что многим неизвестно, что происходит там за колючей проволокой неволи. И этим пользуются враги, и они буквально подрывают устои. Я больше хочу сказать, я коснусь этого немножко в обсуждении тех совместных проектов, которые мы реализуем с администрацией города и с правительством с правоохранительными структурами. Но именно та пресса, которая финансируется с западных источников, недружественных для России государств и эксперт-служб, которые заинтересованы в раскачивании социальной лодки в стране, конечно же, дают дезинформацию в этом вопросе. Наша задача – дать ее правильно. Поэтому существует публикация УФСИНа в страницах ВКонтакте, в Одноклассниках. Одноклассниках видеосюжеты восстанавливаются на Рутюбе, они там в полном объеме видны, в том числе со всеми мероприятиями, которые происходят. Не менее четырех раз в год мы собираемся здесь. То есть это у нас получается четыре квартала. То есть это март, это июль. Ну вот сейчас мы в июне проводим, да, мы закрываем квартал, и мы рассказываем о том, что мы сделали. Это очень и очень важно. Плюс еще один очень серьезный момент, что благодаря сотрудничеству пресс-служб Тверского УФСИНа с крупнейшими региональными СМИ и районными изданиями житель Тверской области регулярно получают актуальную информацию о деятельности и общественного совета, и непосредственно структуры в целом. С этой целью и с целью привлечения общественности с представителями взаимодействующих государственных структур к участию в решении задач по формированию сложившейся информационной политики непосредственного управления, была создана так называемая информационная группа, в которую вошли вы, в которую вошел у нас Павел Макаров, как заместитель генерального директора Твереграда, он же руководитель общественно-облюдательной комиссии, Анна Константиновна, и эта группа мобильно всю эту информацию распространяет. Вы непосредственно недавно даже ездили в колонию, для того, чтобы осветить ситуацию. У нас, к сожалению, программа подпала в очень мало времени. Еще два момента, которые нужно обязательно. Я не буду просто перечислять список мероприятий, которые мы делаем, он очень большой. Поверьте, это спортивные мероприятия. Это мероприятие по правовой оценке и по правовому некому ликбезу. Из основных, это, конечно, взаимодействие с общественной палатой Тверской области, потому что это лидеры, общественные лидеры региона, фактически общественного мнения, поэтому на крупные мероприятия приглашаются представители общественной палаты. Это приезд общественного совета в СИН России, проведение здесь мероприятия, торжественное награждение, это принятие присяги, посещение исправительных учреждений, в том числе, включая СИЗО, с целью проверочной информации и ответы на вопросы, которые поступают в общественной палате по линию в СИН. Это обязательное задействие с религиозными конфессиями. В рамках нашей метрополии у нас реализован проект «Слово пастыря», очень важный, который уже вышел на федеральный уровень, его оценили вообще в России, потому что владыки общаются с осужденными, и это является частью программы ресоциализации. Не каждый мирянин может попасть к первому духовному лицу области, с ним пообщаться здесь осужденные, могут задать вопросы к первому духовному лицу. В связи с этим общение происходит и с главным раввином, он уже посещал у нас и исправительную колонию 4 в городе Торжке, и, соответственно, имамы, которые также приходят и проверяют по религиозному взаимодействию, соответственно, своих верующих. Далее, очень важный момент, взаимодействие с правительством Тверской области, администрацией города Твери. Это работа по профилактике и предупреждению правонарушения в молодежной среде. Это очень и очень важный вопрос. Мы же не просто должны констатировать факт, что происходит в исправительных учреждениях. Мы должны профилактировать и не допускать. Чтобы люди туда не попадали. Чтобы люди понимали. И основной бич, конечно, это 228-я статья, когда молодежь вовлекается в сбыто распространение наркотических препаратов. Мы опять все видим, что город исписан весь трафаретами. На летний период, когда дети находятся, как говорится, в свободном вот этом падении два месяца на каникулах, им предлагают от 10 до 15 тысяч рублей в день, чтобы реализовать эти... Хотя сколько лет мы уже говорим об этом. Но самое важное в этом вопросе это понимание общества, насколько это важно для нас на сегодняшний день. Потому что люди, которые попали под действия наркотиков, они сначала предают себя, потом предают своих близких, а потом предают самое страшное, это свою родину. Потому что не только 228-я статья по осуждению, а 205-я это терроризм. Потому что они задействованы за наркотический препарат, готовы совершать террористический акт на территории России. Да, уже ничего не осталось для души человека. Поэтому вы видите, что спектр действий огромный, большой. Мы работаем во всех направлениях, предельно открыты по своей деятельности. Будем это делать впредь, для того, чтобы наша Россия была сильнее, а граждане спали спокойнее. Кстати, Александр, я вспоминаю, что в этом году мы встречались в Уфице при исправительной колонии номер один, где вы встречались именно по 228-й профилактической работе с теми, кто скоро выйдет на свободу, чтобы они держали себя, что называется, в руках и больше не попадали. Как бы не было хорошо, какие бы условия не были в исправительных колониях, недавно президент сказал, что человеческие должны быть условия. Они у нас всегда были человеческие. Я еще добавлю слова президента. Была президентом в марте 23-го года изменена антинерготическая стратегия государства Российской Федерации, в которой были добавлены несколько пунктов. Один из них гласит следующее. Действия иностранных спецслужб Государственной дружести настроенных к России, которые способствуют сбыту распространения наркотических препаратов и открытию нарколаборатории на территории РФ при равнице к угрозе национальной безопасности. Поэтому с 1 января 2024 года за особо крупный размер сбыт наркотиков пожизненное лишение свободы. Да, Александр, мы стараемся говорить об этом в каждой программе в патрульной службе, когда мы говорим, что совершено преступление. Какая мера, чтобы хоть люди как-то понимали, что они делают. Вернемся к уфицам, Олеговна, сколько у нас сейчас участков функционирующих как исправительные центры? В настоящее время у нас уже созданы 4 участка. 4 участка. И это, насколько мне известно, это еще не предел. И это еще не предел. Ведь они создаются при каких-то крупных предприятиях, да, могут и при исправительных колониях быть? Ну, в настоящее время у нас создано на базе двух наших исправительных колоний два участка функционирующих как исправцентр. И два участка созданы на базе имущества организаций. где непосредственно осужденные у нас содержатся, трудоустроенные непосредственно в этих организациях. И непосредственно они работать, не имеют, обязаны работать на тех или иных предприятиях, чтобы зарабатывать каким-то образом, и потом выйдя на свободу, уже получая специальность. Про специальность мы сейчас поговорим. А осужденные вообще в принципе обязаны работать в той организации, куда направляет их администрация участка функционирующего как исправительный центр. Они не обладают таким правом выбора, куда их направляют. Но при направлении осужденного для трудоустройства в организацию, соответственно, мы смотрим, какая у него специальность, образование, навыки, исходим из его состояния здоровья, ну и многое другое. То есть мы не, это не адский труд, мы для каждого осужденного подбираем посильную для него работу. Вот, кстати, относительно работы и учебы были в Бежицке, да, Аня? Да, учились. И буквально вот выпуск был, выпускные экзамены, как у нас называется, профессионально-техническое училище. Да, да. Специальность сварщик, которая сейчас чрезвычайно востребована. И мы посмотрели, насколько у осужденных стремление к учебе. Я добавлю, можно по этому вопросу? Я вам хочу сказать больше, что большинство людей, которые отбывают наказание, вообще туда попали, не имея никакого специалитета. И именно там они получили ту рабочую специальность, которая позволит им, выйдя на свободу, зарабатывать деньги, трудиться. У нас не хватает рабочих рук, а там именно рабочие специальности. Причем я хочу сказать, что очень качественно преподают специалитет именно там. Потому что это не только теория, а это же многолетняя практика по этой специальности. Они заработают сначала в условиях... Это и закройщицы, и швеи, если мы разбираем. Это и газоэлектросварочная работа, и металлоконструкции производства. 19 специальностей, по-моему, у нас сейчас, да? Да, у нас очень много специальностей. При каждом исправительном учреждении у нас есть профессиональное училище. У нас 5 профессиональных училищ, 1 филиал и 3 места осуществления образовательной деятельности. Поэтому у нас каждый осужденный выходит на свободу и уже имеет специальность. И причем не то, что было там 10 лет назад, вот педагоги, они сами учатся. Они тоже проходят систему переквалификации. Они смотрят, какая специальность востребована на воле. Конечно, на рынке труда и вот как раз-таки на участках функционируешь как справедливый центр. Это тоже все учитывается. И среднее образование точно так же у нас получают осужденные до 30 лет. Каждый осужденный обязан учиться. Получить среднее образование после 30 лет по желанию. Я тоже сталкивалась с тем, что некоторые приходят, не имея даже начального образования. У нас все на высшее образование получают в своих учреждениях. Да, получение также и высшего образования по желанию осужденных. У нас время безумно быстро летит. Несколько слов о пробации. Потому что я помню, что этот год мы начинали с нововведения, которое было в Синроссии. С 1 января у нас вступил законную силу, федеральный закон о пробации в Российской Федерации. И вот как раз-таки о том, о чем мы сейчас говорили, это все и есть та работа, которая проводится в рамках реализации этого федерального закона. Реализация этого федерального закона, она начинается непосредственно, когда человек попадает в места лишения свободы с так называемого карантинного отделения. То есть мы занимаемся с осужденным непосредственно при его прибытии. Выясняем, есть образование, нет образования, какая специальность. То есть мы его готовим, помимо того, что проводится воспитательная работа, психологи работают с осужденным, мы его готовим к освобождению. Если сама пробация, она пенитенциарная называется, у нас три вида пробации. Это пенитенциарная, постпенитенциарная, исполнительная. Что касается мест лишения свободы, это пенитенциарная. Мы с осужденным работаем весь период его нахождения в местах лишения свободы, а непосредственно начинаем готовить его к освобождению за 9 месяцев до окончания срока. За 9 месяцев, какой бы там срок ни был. Какой бы ни был срок, за 9 месяцев до конца срока. Мы изучаем его связи с родственниками. Значит, если непосредственно ему надо налаживать связь, то, соответственно, мы принимаем все меры. Если ему необходимо трудоустройство, мы его обеспечим, чтобы у нас прошел обучение, получил специальность, вышел, так сказать, на свободу, уже понимал, в каком направлении ему двигаться, прорабатываем вопрос его дальнейшего трудоустройства. Документы, если надо, да, какие-то? Мало ли у кого потеряно или не было никаких. Если ему, допустим, ну что-то, пока он находился в местах лишения свободы, ну, например, там дом сгорел, да, мы принимаем все эти меры, чтобы у него было где ему жить. То есть вы делаете все практически, система делает, вот как в детском саде? Вплоть до юридической консультации. Чтобы человек больше не возвращался в места лишения свободы. Не возвращался, чтобы он был достойным гражданином нашей страны. Мы его возвращаем в социум, мы ему помогаем определиться в его жизни, устояться в этой жизни и ему показать, что и без, ну, не совершая преступления, можно жить хорошо, достойно, приносить пользу нашему государству и не находиться в местах лишения свободы. Уважаемые друзья, я так думаю, что вы и сейчас пока есть возможность несколько слов для тех, кто вам требуется, наверное, сотрудники, да, молодые, инициативные, что вы приглашаете. Пользуясь случаем, приглашаем всех прийти, ознакомиться с вакантными должностями. В управление можно есть на официальном сайте УФСИН России по Тверской области все актуальные телефоны, отделов кадров. У нас очень много интересных вакансий, поэтому всех приглашаем на службу, всех ждем. Но это ведь, наверное, не только тяжелая работа, правильно соглашусь с Александром, но это еще и интересно. Интересно и очень много, очень много направлений в службе, на самом деле. Это чрезвычайно важная специальность, профессия вообще. И, Александр, с общественностью есть какая-то связь? Кто хочет позвонить? Может быть, с мест лишения свободы? Я знаю, что общественная ведательная комиссия есть телефоны, куда осужденные также могут обращаться. Я вам хочу сказать, что обращения идут как письменные, так на телефон прямых линий, которые проводятся по приему граждан. Ежеквартально мы находимся в управлении ОФСИН, у нас прием граждан, мы принимаем звонки, общаемся, мне направляют большое количество писем, в основном это просьба юридической помощи. То есть, например, кого-то лишили материнских прав, у кого-то какие-то права по наследию, чего-то еще, пока он находится в местах лишения свободы, он просит помощи, чтобы решить вопрос. Но в последний раз, посещая УФИЦ номер один, я общался тоже по антинаркотической безопасности, и ко мне подошел один осужденный и сказал, а можно я напишу свое предложение, как улучшить вообще систему, как что-то для себя внедрить, внести. Взгляд изнутри. Да, ну мы сказали, да, конечно, давайте мы рассмотрим этот вариант, вот я жду, когда он это напишет, потому что даже интересно. Он говорит, я сделаю все для того, чтобы кто сюда попадал, понимал, насколько это важно, осознать, что никогда не нужно сюда возвращаться. Уважаемые друзья, программа подошла к концу, спасибо огромное за вашу службу. Я думаю, что сообща, общественности, сотрудники УФСИН, вы добьетесь хороших результатов. Главное, чтобы люди действительно больше не попадали туда, где они находятся. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова